Валдае возбуждено уголовное дело по статье Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей По версии дознания, в марте 2016 года администрация района заключила с закрытым акционерным обществом Валдайская передвижная механизированная колонна контракт на выполнение работ по содержанию уличнодорожной сети города Валдай В декабре прошлого года работники общества не приняли мер по очистке проезжей части от снега и льда Они убедились в безопасности передвижения по ней пешеходов и транспорта, тем самым нарушив договор В результате 79-летняя местная жительница поскользнулась на улице Песчаная, что повлекло тяжкий вред здоровью Женщина сломала плечевой сустав Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Валдайского района Напомним, что по распоряжению прокурора области Андрея Кикотя органы прокуратуры на постоянной основе Осуществляют мониторинг сообщений поступающих из медицинских учреждений По фактам получения гражданами телесных повреждений в результате ненадлежащей уборки улиц Кроме того, правоохранительными органами области проводятся процессуальные проверки В отношении ряда иных управляющих компаний Подведены итоги работы областной прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов о несовершеннолетних в 2016 году Было выявлено порядка 9,5 тысяч нарушений закона К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 750 виновных лиц По материалам прокурорских проверок возбуждено свыше 30 уголовных дел Благодаря вмешательству органов прокуратуры более 180 детей-сирот обеспечены жильем Отметим, что в 2015 году на территории региона наблюдался рост подростковой преступности В 2016-м удалось снизить этот уровень на 9,5% за счет эффективной работы правоохранителей Одной из причин противоправного поведения подростков наряду с социальным неблагополучием является вовлечение детей в потребление алкоголя По-прежнему каждое десятое преступление совершается в состоянии опьянения С целью привлечения внимания органов власти и представителей молодежных объединений к этой проблеме по инициативе прокуратуры области в декабре был проведен второй открытый форум по вопросам ограничения реализации алкогольной продукции несовершеннолетним По результатам его работы Ассоциации Совет муниципальных образований области предложено увеличить допустимое расстояние от образовательных организаций до точек реализации алкоголя исключив их шаговую доступность Уже в январе текущего года эта инициатива была поддержана всеми районами области Также положительным результатом совместной работы прокуратуры и правительства является ликвидация очереди в детских садах и школах За последние три года дополнительно введено около трех с половиной тысяч мест в детских садах при этом четверть из них по искам прокуроров На этой неделе в четверг 16 февраля в 17 до 19 часов в средней общеобразовательной школе номер 14 Великого Новгорода прокурор города Ефим Мостовщиков проведет прием граждан Прием ведется без предварительной записи в порядке очередности При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Рассмотрение каждого обращения будет взято под личный контроль прокурора города Потенциальной жертвой мошенников сейчас может стать любой обладатель мобильного телефона Злоумышленники посредством СМС рассылают ссылки на вредоносные сайты Сообщения от якобы родственников с просьбой срочно перевести деньги или, представляясь работниками банков, требуют предоставить им реквизиты вашей карты Как обезопасить себя? Смотрите в нашем сюжете Мошеннические действия в сети можно условно разделить на два направления В первом случае злоумышленники совершают преступления, используя украденную компьютерную информацию Во втором же интернет используется только в качестве площадки для достижения цели К этому виду относятся как раз ставшие популярными в последние годы объявления обманки и фиктивные интернет-магазины Все чаще преступники отдают предпочтение таким сайтам, как всем известные Авито и Юла На подобных ресурсах размещаются объявления о продаже Например, автомобиля с фотографиями и подробным описанием транспортного средства Смещать покупателей может только одно Цена намного ниже рыночной Но и этому находится причина Преступники сразу сообщают Деньги требуются срочно, на торги времени нет В последующем лица, которые заинтересованы в покупке такого транспортного средства Причем в большинстве своем это как раз жители других регионов Российской Федерации Обращаются, звонят по данному телефону И дальше злоумышленники, вводя в заблуждение граждан, обманывая их о том, что действительно существует данное транспортное средство О том, что они являются собственниками и так далее Всеми правдами и неправдами убеждают потерпевших приобрести данное транспортное средство Для чего предлагают перевести определенную сумму в качестве аванса Мошенники предлагают выслать необходимые документы Предоставляют своим жертвам копии, правоустанавливающих документов, технических паспортов и прочее Но все это, конечно, оказывается подделкой В погоне за легкими деньгами преступники не брезгуют и давлением на жалость Ссылаются и на больных жен, на срочную операцию детям, на выплату судебным приставам и прочее Используются, на самом деле, достаточно, причем серьезно Используются прием психологического подавления Воздействуют на определенные, так скажем, психокомплексы людей Как-то, ну, в зависимости от разговора Злоумышленник понимает, что, допустим, человека превалирует в его натуре жадность Он, значит, будет на жадность давить То есть, покупай-покупай, а то я сейчас продам другому А так дешево ты уже не найдешь Как только деньги покидают счет обманутого покупателя и попадают в руки к мошенникам Все мобильные телефоны, почтовые адреса и другие каналы связи ликвидируются И найти злоумышленников становится крайне сложно По словам Григория Лисова, в Новгородской области большая часть таких жуликов с авито Проживает на территории Чудовского района Промышляют такими фиктивными объявлениями чаще всего жители цыганской национальности Некоторые из них уже осуждены в результате рассмотрения ряда уголовных дел Но все-таки искоренить этот бизнес полностью пока не удалось Сложность раскрытия как раз она обусловлена тем, что данный вид мошенничества Фактически поставлен на профессиональные рельсы, к сожалению И для совершения подобных преступлений, во-первых, преступниками приобретаются Используются одноразовые сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц Это раз Используются почтовые ящики, которые также создаются для непосредственно конкретного, так скажем, сопровождения преступления Ну, для эффективной, так скажем, реализации какого-то, допустим, транспортного средства Правоохранители настаивают При покупке в интернете не поддавайтесь на уговоры продавцов и не вносите никаких авансов Риск оказаться жертвой мошенника очень высок Перед тем, как совершить какую-либо покупку Перед тем, как совершить какие-либо действия Например, если на примере интернет-магазинов То рекомендуем посмотреть отзывы об этих магазинах Не так сложно сделать в поисковой строке Вбить название этого магазина и посмотреть Потому что многие граждане сначала совершают покупку А потом смотрят, не мошенники ли это В прошлом году на территории региона был осужден к четырем годам лишения свободы И еще один находчивый бизнесмен В социальной сети ВКонтакте он на протяжении долгого времени Занимался продажей дорогостоящих гаджетов известной фирмы Правда, никто из покупателей оплаченных заказов так и не дождался Мошенник присваивал себе денежные средства Менял номера и приступал к поиску новых жертв Дело было поставлено на поток Пока дельцом не заинтересовались сотрудники полиции Он находился в Новгороде На страничке была указана информация, что он находится во Франции А продавал он технику исключительно избирательно людям Не жителям новгородского региона То есть как бы и потерпевших на территории Новгородской области нету И сам он внешне никак сюда не привязан То есть вот таким образом, конечно, сложно Но нет ничего невозможного Рано или поздно находятся такие люди Мы сотрудничаем со всеми правоохранительными органами В том числе с Интерполом Есть определенные, так сказать, наши специфические особенности работы Есть методы работы, ну, как обычно, уголовного розыска То есть разноплановая работа ведется Мама, я попал в беду, мне срочно нужны деньги Отправь их на этот номер Это еще один популярный вид обмана О нем не раз рассказывали средства массовой информации Не раз сотрудники правоохранительных органов призывали граждан быть осторожными И не забывать перепроверять такую информацию Но до сих пор преступникам удается играть на чувствах людей На удочку чаще всего попадаются граждане пожилого возраста Очень большое количество граждан Которые, так скажем, не проверяя эту информацию никак А попав в такую стрессовую ситуацию Считая, что у ближайшего родственника случилась беда Выполняют требования мошенников Перечисляют денежные средства Либо там на какой-то номер телефона Либо на банковскую карту, также одноразовую Либо, соответственно, подъехавшим таксистам Грубо говоря, передают данные денежные средства Нередко злоумышленники примеряют на себя и другие роли Например, сотрудников банка На случайно выбранный номер мобильного Они отправляют сообщение о блокировке банковской карты Предлагая ее владельцу Срочно перезвонить по указанному в СМС телефону После чего человек, доверчиво, соответственно, Звонит по этому номеру И ему рассказывает подробную инструкцию О том, как ему лишиться своих денег Всех, которые у него на карте На настоящий момент есть А именно, рассказывает, что давайте вы сейчас Надо уточнить, свериться Назовите номер банковской карты Человек диктует номер банковской карты Фамилию полностью, как в латинице Значит, как написано Значит, месяц и год до которого действует банковская карта После этого остаются считанные минуты До момента снятия со счета жертвы Абсолютно всех денежных средств Обезопасить себя в данном случае Так же просто, как и во всех других Телефоны клиентских служб банков В которых у вас зарегистрированы счета Можно легко найти в договорах Об оказании услуг Или на официальных сайтах в интернете Позвонив по ним, вы наверняка убедитесь Что вас пытаются обмануть Не забывайте, что бдительность Лучшая защита от мошенников От вас самих напрямую зависит Сохранность ваших денежных средств И душевного спокойствия Те выпуски нашей программы Вы можете найти в интернете В разделе «Право знать» На сайте областного телевидения И в группе проекта ВКонтакте Там же вы можете оставлять предложения По темам наших следующих выпусков Мы выходим в эфир каждую среду в 20.25 До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова